Привет! Сегодняшний урок посвящен регулярным выражениям. Регулярно перед программистом встает задача поиска и замены информации в текстах. Для этого есть куча методов всевозможных, и в принципе можно было бы обойтись без регулярных выражений, но иногда удобнее пользоваться именно ими. Мы сейчас вам о них расскажем. Сначала мы расскажем вам о том, что такое регулярные выражения, как ими пользоваться и как их использовать в языке Ruby. Потом мы с их помощью напишем игру, где человеку нужно будет по какому-то шаблону угадать слово или несколько слов отгадать, которые удовлетворяют этому шаблону. А в самом конце мы посвятим особое место в этом уроке для того, чтобы рассказать, когда стоит пользоваться регулярными выражениями, а когда не стоит. В Ruby очень большое внимание уделено обработке текстов. Мы уже с вами сталкивались в курсе со множеством разных методов для этого. Мы умеем отрезать последний Enter в строке, мы умеем разделять строчку на символы, мы умеем искать символ какой-то в строке, есть ли он там или нет, удалять символы в строке. И еще, если вы изучите документацию RubyDog на классы строка, массив, вы увидите там очень много разных методов. Но даже этого бывает часто недостаточно. И на сцену выходят регулярные выражения для какой-то уже более нетривиальной обработки. Что же такое регулярные выражения? Проще всего представить себе воронку. В Ruby регулярные выражения пишутся в двух слышах, вернее вот так или так, как они, в какую сторону они будут, я просто не представляю себе. В общем, друзья, смотрите, как это нарисовано. И в эту воронку, если мы кидаем какие-то слова, то эта воронка, например, пропускает только те слова, которые удовлетворяют тому, что написано между этими слышами. Например, в этом случае вот такая воронка будет пропускать все слова, у которых есть буква Е. Надо себе понимать, что регулярные выражения – это не действие пропустить все, что содержит буква Е. Это именно объект, который позволяет специальным образом обрабатывать или манипулировать со строками. Сейчас мы вам это покажем. Фактически регулярные выражения – это шаблон. Некий паттерн, который вы используете для поиска, обработки и замены текстов в другом тексте. Сейчас мы начнем с простого действия. Мы покажем, как с помощью регулярных выражений искать строки в других строках и текстах. Но сначала мы сделаем это тем способом, которым мы это делали раньше. То есть с помощью обычного метода include у строки. Для этого заходим в нашу интерактивную консоль Ruby и пишем. Допустим, мы пригласили людей на праздник. Да, и хотим узнать, есть ли они в списке приглашенных. Да, вот мы нашли строчку, письма. И что мы хотим? Ну, хотим узнать, есть ли там Маша. Include. Ну, мы хотя, конечно, вопросик только не забудь. И пишем просто строку, которую мы хотим проверить на наличие в предыдущей строке. То есть, если в предыдущей строке есть Маша, а теперь напишем вместо Маши Гена. Давай я напишу вместо Маши Саша. Саша. А Саша нет. Саша не приглашен. То есть, в принципе, вот этот конкретный пример мы могли бы сделать и без регулярных выражений. Но давайте все-таки его сделаем с помощью регулярных выражений. Для этого нам потребуется действие Match. Мы пишем Match, а здесь мы уже используем регулярные выражения. Поэтому мы пишем слэш Гоша и тоже передаваем его в качестве параметра. Обратите внимание, что этот метод возвращает нам специальный объект типа MatchData. Нам это не важно, потому что нам главное, что он возвращает не Нил. Если ты напишешь имя, которого в списке нету, то нам этот метод вернет Нил. То есть, таким образом, проверяя, вернул ли Match что-то, какой-то объект, или он вернул Нил, мы всегда можем проверить, есть ли в строке соответствующая, вернее, подходит ли строка под соответствующие регулярные выражения. Теперь давай я покажу, и ты напечатаешь более красивый синтаксис для этого. То есть, не совсем более красивый, а другой метод просто, который выглядит немножко симпатичнее. Он по-другому работает немножко? Понеслась. Смотрите, друзья, этот метод тоже самое, возвращает Нил, если у нас нету совпадений. А если есть, то возвращает уже не MatchData, а просто позицию, номер, где впервые в исходной строке Маша и Гоша встретилось искомое регулярное выражение. Это тоже бывает полезно, и есть еще один способ это проверить. Давай покажем его тоже. Напиши после строки .index и передай строку Гоша. И по идее должен быть абсолютно такой же, должен быть точно такой же результат. Вместо include напиши индекс, и вместо Саши напиши Гоша. Маша. Она должна быть нулевой. Да, потому что она стоит в самом начале строки. А если мы напишем Гошу, то получим ту же самую семерку. Опытный зритель и ученик может спросить, а нафиг тогда эти регулярные выражения, если вот есть методы. А прелесть как раз в том, что в отличие от строк, вместо этих слэшей, вы можете задавать какие-то более сложные конструкции. Не конкретные строки, а, например, все числа. Или по определенному шаблону динамически формируемую строчку искать. Но об этом мы расскажем чуть позже. Об этом далее. Сейчас мы покажем вам несколько примеров более хитрых регулярных выражений. Начнем с такого специального символа, как точка. Попробуем найти в слове cat кошка. Match нас тоже интересует в данной ситуации. И регулярные выражения так напишем. C, потом точка. Да, давай таким более удобным, более наглядным способом. Ищем C.T. И нам вернули ноль. То есть, эта строка совпадает с этим, ну не совпадает, а подходит под это регулярное выражение. Нам вернули не nil. Давай попробуем написать вместо cat skewed, что переводится как чешуя. И тоже мы получили положительный результат, потому что в этом слове есть C, потом U, потом T. Точка у нас является любым символом. То есть, какая бы там буква ни была, все равно совпадение будет. Видите, да, даже если там какая-то цифра, неважно. Обратите внимание, что если... Так уже nil. Так уже nil, потому что точка это всего один символ. Обратите внимание, что неважно в какой части слова встречается вот эта вот C.T. То есть, это может быть в самом начале строки, может быть в самом конце. Давай сделаем как-нибудь так. Будет nil, потому что ты указал sc12te. Вот если ты уберешь, то будет все четко. Давай попробуем сделать так, чтобы мы могли поймать только то слово, где C стоит на первой позиции. Для этого мы используем еще один специальный символ. Крышечка в самом начале строки означает, что это первый символ на строке. Тогда с cute не подходит, а вот наша кошка дорогая... Или cute симпатичный. Уже срабатывает. Нулевая позиция, значит найдена. Cute тоже подойдет. Давай теперь ограничим еще и последняя буква, чтобы должна быть именно последней. То есть, T должно быть на последней позиции в строке. Отсюда нам нужен будет специальный символ bucks, доллар. Тогда, смотрите, cute уже не подходит, потому что на последней позиции стоит буква и. А если мы напишем cut, что переводится с английского как порез или порезать, это слово уже подойдет. То же самое будет и с кошкой. Вот эти вот спецсимволы, крышечка, они не означают никакого специального символа. Это именно показывает, что сначала мы ловим начало строки. Доллар это специальный placeholder такой, который говорит, столбит место, что вот тут конец строки. То есть, вот конец строки, перед ним должен быть T, перед этим должна быть точка, то есть любой какой-то символ. Потом C, а перед C это уже начало строки. То есть, вся строка это и есть вот этот паттерн. Давайте теперь поймаем любое слово, которое содержит в начале C, а в конце T. Но не важно сколько там букв. Для этого мы используем специальный символ звездочка. Если мы поставим звездочку, давай поставим для начала перед T. Перед T и напишем cut с двумя T. Так тоже получилось. Если мы напишем 20 этих T, то все равно будет совпадение, потому что звездочка говорит. То, что я вижу перед собой, то есть буква T, может быть повторено один раз, или несколько раз, или даже ноль раз, кстати. Можешь убрать CA, тоже будет совпадение. Звездочка, в принципе, допускает и нулевое количество вхождений. Давай теперь поставим звездочку после точки. И если, дорогие зрители, за нами хорошо следили, то они поймут, что таким образом мы сможем выбрать любое слово, которое начинается с буквы C, а окончается на букву T. Придумай какое-нибудь такое слово и давай проверим. Ну, например, card. Да. И можешь что-нибудь посложнее придумать. Carrot. В принципе, я могу что угодно писать. Ну да. Потому что точка это любой символ. Вот эта вот звездочка, это тоже специальная конструкция регулярного выражения, которая обозначает, это, по-моему, называется квантификатор. Она означает, что присобачить ее к какому-то символу, неважно к какому, даже если это точка, спецсимвол, найти совпадение любого числа этих символов от нуля до бесконечности. Мы можем сделать еще, например, плюс. Это означает найти совпадение от одного до бесконечности этих символов. Поэтому card сработает, а, например, CT уже не поймает, будет new. Более того. Но CT не сработает. Ну да, потому что там ничего нет. А если мы сделаем со звездочкой, то CT тоже сработает. Да, все верно. Потому что от нуля до бесконечности вхождения вот этого символа. Это вот сходу кажется сложным. Это непростая тема. И чуть дальше мы еще покажем, как изучить RegExpo, где искать наглядные примеры и документацию. Давайте напишем еще один простенький пример, чтобы продемонстрировать, как можно указывать диапазоны. Мы сейчас напишем метод, который проверяет, является ли строка просто набором символов. Давай, пиши какую-нибудь подходящую строку. Для чего это может понадобиться? На сайте вам кто-то оставляет номер телефона в вашем поле. И вы хотите убедиться, что это действительно номер телефона. Что он не ошибся, не ввел вам какую-то лабуду вместо телефона фамилию. Вам нужно проверить, введены ли нужные символы. То есть только числа, допустим, плюсики, вот эти круглые скобочки и тире, например. В таком формате. Вот здесь удачный пример использования регулярных выражений. Но мы сейчас такие сложные наборы не будем проверять. Давайте проверим сейчас просто то, что строка является набором цифр. Для этого мы, как всегда, используем наш замечательный метод равно тильда. И регулярное выражение пишем следующим образом. Нам нужно, чтобы, во-первых, строка, начало строки отметь. То есть мы берем, говорим, начало строки, а после него в квадратных скобках. Это специальный такой тоже символ, специальное, вернее, выражение, которое используется в регулярных выражениях. Которое указывает, что здесь может быть все, что перечислено в квадратных скобках. Мы можем там, например, написать 2, 3, 4. Вот так как Миша написал, в принципе, число, которое содержит только эти 3 цифры, то может сработать и такое. И ярлычок для конца строки. Подожди, звездочку, забыл после квадратных скобок. Нам нужно, смотрите, друзья, вот это вот регулярное выражение, что говорит. Найди все, что начинается с начала строки, а потом либо двойка, либо тройка, либо четверка, повторяющийся сколько угодно раз. Видите, Миша убрал двойку, и так как у нас в нашей строке есть двойки, то нам такое регулярное выражение сказал, нет, sorry, тут не подходит. У нас просто тройка или четверка, нет, чтобы они повторялись 34 сколько угодно раз. Да, то есть у нас двойка есть, соответственно, мы не можем такое выражение поймать. Теперь давай попробуем написать вообще любые цифры. Это очень легко сделать, указав диапазон. 0-9, ну не минус в данной ситуации, он используется как тире, то есть все, что подходит от 0 до 9, и давай попробуем какие-то другие цифры написать. Совпал. Абсолютно любые. Напиши там, чтобы были все возможные цифры вообще, кто только что хотел сказать английского алфавита. Все, друзья, у нас в принципе есть регулярное выражение, которое может оценить. А попробуй написать какие-нибудь буквы. А если тут x ставить? Уже не подходит, потому что он не является чем-то от 0 до 9. Потому что это выражение регулярное можно интерпретировать как начало строки, конец строки, а между ними только числа от 0 до 9 сколько угодно раз. x не является числом, и этот поиск не срабатывает. Наверное, вам не так легко было разобраться в этих регулярных выражениях. Для новичка, если вы первый раз с ними сталкиваетесь, это не очень простая тема. Поэтому мы хотим вам посоветовать очень полезный сайт, на котором в том числе можно очень быстро пощупать регулярные выражения. То есть понять, как они работают, что они захватывают, что происходит, когда вы ими пользуетесь. Сайт называется regex101.com Давайте на этот сайт поюзаем с целью написать регулярное выражение, которое ловит имейл. То есть проверяет, является ли какая-то строка имейлом. Вот впишем что-то, что похоже очень на мой имейл, но не суть. И попробуем написать регулярное выражение, которое проверяет, является ли строка имейлом. Что такое имейл? Имейл это, ну в принципе там много может быть символов, но мы сейчас для простоты ограничимся только буквами и цифрами. Какое-то количество букв и цифр, после этого идет собачка, обязательно. А после этого идет домен. А домен это по сути какое-то количество букв и цифр, точка, какое-то количество букв и цифр. то есть мы с буквой цифр дальше собачка да да дальше сама но только звездочку ты забыл какое то количество дочку давай плюс потому что от единицы да не может быть пустого имени а дальше тоже со пользователя да дальше абсолютно такая же диапазон конструкция до 9 здесь тоже плюсик потому что не бывает домена который или . . . нету по идее должен быть . com . ru или что-то в этом роде да если мы напишем . это спецсимвол чтобы иметь ввиду именно вот точку как символ . ее нужно экранировать до за экранировать слышал и после этой точке тоже должен быть цифровых доменов по моему нет верхнего уровня я не знаю точно но давай для года этого примера напишем смотри у нас только email выделился то есть он смочился на самом деле давай напишем какую-нибудь ерунду который не является имелом и убедимся что она не подходит вот так вот не увидел заясь умолчился не является более того вы можете справа посмотреть расшифровку вашего регулярного выражения что означает все что вы написали вот видите вот вот этот диапазон match single character present in the list below quantifier между одним и бесконечным количеством повторений этого символа и z что значит диапазон 0 9 что на что матчится собачка здесь по-английски подробнейшее объяснение разбор вашего регулярного выражения и чтобы научиться понимать регулярное выражение пользуйтесь этим сайтом просто экспериментируйте и читайте что он говорят здесь ниже даже есть подсказка референс most used tokens примеры вот разных диапазонах для чего они нужны спецсимволов например любое от любая цифра это бэкслэш день мальчик любую цифру мы используем для этого диапазона от 0 до 9 но в принципе может был написать вместо этого бэкслэш день да только напиши тогда вы мы или какую цифру чтобы было видно что все получилось не стал 2012 знаешь как как часто бывает на всяких разных форма его так и сделаю опа . уже не началась не не подошла поэтому мы можем ее с добавить его точку где специальным оба уже смачивалась специальным экранированием и добавить точку тоже наверное сюда можно добавить точки правильно потому что домены бывают разные домены бывают заменю на завалит сайжу цифр из я веду домен там второго уровня вот на такой да такой бывает пример там ну тогда вторая часть уже становится ненужной . gmail.com понимаешь вторая часть это уже становится ненужной потому что по сути друзья у нас плюсик жадный и он захватит все что ему дадут то есть если мы написали и z.d. а потом еще одну точку ловим то это уже не важно потому что она будет включена первое регулярное выражение в общем друзья поиграйтесь с этим сайтом посмотрите какие регулярные выражения там чему подходят какие стоящего такой момент смотри если большими буквами напишу не сработало два пути либо здесь добавить диапазон от а большого до z большого сработало но более правильно еще добавить такой модификатор ай который означает игнор кейс вот как только добавляем справа появляется видите объяснение ай модифаер кейс insensitive match и и опять у нас выделилась синим из все сработало и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»